Температура 36,4. Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в правила работы избирательных комиссий. На каждом избирательном участке всем пришедшим проголосовать по поправкам. В Конституцию России в обязательном порядке измеряют температуру. При входе обрабатывают руки антисептиком. Не исключение и участок деревни Мильково. Также мы предлагаем одеть маски и перчатки для безопасности окружающих, которые сидят на избирательном участке. Кстати, паспорт отдавать в руки членам избирательной комиссии не надо. Достаточно показать нужные данные на вытянутой руке. Для росписи в книге учета и голосовании рекомендуется воспользоваться одноразовой ручкой. Пришедшие проголосовать жители с такими мерами полностью согласны. Нормально, тихо, мирно, никого нет. Все хорошо. Я согласна со всеми поправками, которые предложил Путин. Поэтому решили прийти. Конечно, прийти проголосовать, потому что от этого зависит будущее наших детей и внуков. Я думаю, что это долг каждого гражданина. Это не безразлично, наверное, я так думаю людям, как мы дальше вообще будем жить. В первый день голосования избиратели приходили постоянно, но большого скопления людей не наблюдалось. Что в нынешних условиях хорошо считает председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко, тоже пришедший выразить свою гражданскую позицию. Ни один закон без народа, без народной воли не работает, поэтому очень важный сегодня проходит процесс. Это действительно голосование за конституционные поправки. Проверить работу избирательной комиссии и все ли меры предосторожности соблюдаются, приехал глава Картинского территориального отдела Андрей Извеков. Проверил наличие индивидуальных средств защиты, которые выданы на все участковые комиссии. Проверил наличие разметки, соблюдения социальной дистанции и всего материально-технического обеспечения, это урны, бюллетени и так далее. Осмотром он остался доволен. Единственная просьба, вы когда люди выходят, снимают маски, перчатки, вы раз в два часа хотя бы меняйте пакетики обязательно и дезинфицируйте. Всего на территории Картинского отдела открыто семь избирательных участков. При необходимости можно вызвать представителей избирательной комиссии на дом. Всего же на территории муниципалитета открыто 63 пункта для голосования. Напоминаем, что оно продлится вплоть до 1 июля. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Екатерина Балисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ.